Друзья, привет! Вы часто просите меня показывать вам почаще упражнения вне зала. Сейчас то самое время года, когда это нужно делать. Я уверен, что многие из вас это делают. Я сегодня покажу вам те упражнения, которые я использую при посещении любой спортивной площадки. Чаще всего я занимаюсь, кстати, именно на этой спортивной площадке, причем уже много лет. Вечернее, ночное, дневное время мне абсолютно не важно. В каждом времени дня есть свое настроение и своя особая медитация во время подобных тренировок. Сегодня я покажу вам те упражнения, которые я делаю с использованием турника для тренировки мышц спины, естественно. Широкий довольно спектр упражнений я сейчас использую, надеюсь, вам будет интересно. И тренировки мышц груди. Это следующая группа мышц, которую мы рассмотрим сегодня. В следующем выпуске мы продолжим с остальными группами мышц. Итак, поехали. Первое упражнение классические подтягивания широким хватом. Итак, первое упражнение, с которого я начинаю, это классические подтягивания широким хватом. Здесь я делаю 8-10 повторов, так как знаешь, что следующим упражнением пойдут классические подтягивания обратным хватом. То есть в данном случае, ребят, мы говорим опять о суперсерии. 8-10 в первом упражнении, 8-10 во втором. Паузу между я держу в районе полутора минут и стараюсь сделать 4 таких суперсерий. После этого я перехожу к упражнению подтягивания поперек турника узким хватом. Здесь моя задача сделать 6 раз на одну сторону и 6 раз на другую сторону, то есть изменив хват. Иногда вместо этого упражнения я делаю новое для себя движение. Это подтягивания широким хватом, разнохватом в стиле лучник. Это упражнение я начал делать приблизительно год назад. Дается пока с трудом. Стараюсь делать 5-6 раз на каждую сторону. И завершаю я эту серию обычно подтягиваниями обратным хватом с согнутыми ногами, чтобы одновременно задействовать мышцы пресса. В каждом подходе нужно делать максимальное количество раз, то есть выкладываться до отказа. Проработав мышцы спины таким широким спектром хватов, углов и движений, самое время перейти к тренировке мышц груди. Плюс, ребята, это будет намного приятнее после тяговых движений тут же перейти к жимовому. Вот это особое ощущение работы мышц антагонистов, его может понять только практик. Я уверен, что вы меня понимаете. Переходим мы к упражнению, которое называется отжимание от перекладины. Я использую низкую перекладину для этого. Раньше вам показывал уже это движение. Это упражнение делаю уже много лет. Упражнение эффективно тренирует подрез, то есть нижнюю часть грудных мышц. Здесь, опять же, задача выполнить до отказа. После многочисленных подтягиваний, то есть тяговых движений, отжимания идут с огромным удовольствием. Вы на практике это, естественно, ощутите. Сразу после, здесь тоже суперсерии уместно, мы проработали подрез, то есть нижнюю часть груди этим движением. Самое время перейти к классическим отжиманиям. Без паузы, сразу. Сразу после отжиманий на турнике, проработав низ груди, я перехожу к классическим отжиманиям. То есть здесь опять суперсерия. Все та же. Мы не останавливаясь делаем упражнение, продолжая убивать грудную мышцу. Итак, классические отжимания до отказа. Сколько получится? 15, 17, 20 раз вопрос, естественно, в чистоте техники. И сразу после классических отжиманий горизонтальных мы переходим к отжиманиям условно наверх груди. Почему я говорю условно? Потому что нужно, ребят, напрячь концентрацию и задействовать верхнюю часть грудных мышц. Отжимания выполняются от скамьи к подбородку. То есть вы каждое движение совершаете к подбородку, задействуя при этом верхнюю часть грудных мышц осознанным усилием. Осознанно концентрируйте внимание на верхней части грудных мышц. Вот, ребят, эти упражнения я предлагаю вам попробовать для тренировки мышц спины и мышц груди с использованием лишь оборудования, которое есть на площадках. Благодаря разнообразию хватов мы, естественно, задействуем почти все области спины, ну, кроме поясницы, возможно, верхней части трапеции, естественно, какие-то пробелы есть. Но в целом быть довольным такой тренировкой можно. Мышцы спины явно останутся тоже благодарны вам. С мышцами груди мы здесь использовали три разных воздействия. На низ груди, на подрез, на отжиманиях на турнике. На середину груди условно при отжиманиях горизонтальных. И верх груди, опять же, условно при соблюдении и при чувствовании, естественно, правильности этого движения в отжиманиях от скамьи. Так что пробуйте, пишите ваши комментарии. В следующем выпуске мы рассмотрим тренировку мышц рук и плеч с использованием, опять же, оборудования на спортплощадках. До встречи, друзья. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok